Иконописи Разобрать движение На фигуре Богородицы На иконе Рублева Богорещения И сознавая Ограниченность наших возможностей Давайте мы попробуем это сделать И прежде чем мы приступим Я хотел бы напомнить, что Наши ролики Они не обучают иконописи А мы скорее Можем подходить Ну максимум наверное С позиции академического рисунка Но вот тут Такая важная для меня вещь есть Что мне кажется Что академический рисунок Это не только Стилистика конца 19 века Не только Нечто Пыльное и занудное Таящееся в недрах институтов А академический рисунок Это безусловно Учебный рисунок Но опирающийся на всю Историю Искусства На все яркие Выразительные Формы изображения Которые были в этой истории Искусства И берущие их на вооружение Мне кажется Этот момент очень важный Ну Или если по-простому То мы можем сказать Что академический рисунок Это Наука о том Как Изображать Выразительно На самом деле Наверное вот так Ну давайте попробуем Что-то сделать Итак Давайте мы попробуем Да Вот Первое Что бросается В глаза Да Здесь На фигуре Богородицы Это Вот такая Вот Выразительная Дуга Такая вот дуга И вот Тут конечно Такой важный момент Да Для нас Что Не нужно Экономить На этом время Потому что Мы обычно Движение Первое время Не берем Берем его Каким-то Деревянным Невыразительным Именно из-за того Что мы эту стадию Очень быстро Проскакиваем Проскакиваем Мы потому что Не знаем Что на этой стадии Делать Вот А не знаем Потому что Проскакиваем Получается Замкнутый круг Поэтому нужно Не жалеть На это времени Чтобы снова и снова Лучше взять движение Обычно мы Делаем это формально Очень быстро И дальше начинаем Отрисовывать детали Значит в итоге У нас фигура Не возникает Вот Не жалеть На это времени На то чтобы Красиво Гармонично Выразительно Взять движение Да Вот видите От головы Вот через все Через все Туловище И Вот у нас Пошли ноги Да Пошли ноги И вот тут Момент Не совсем Понятный Видимо Все таки Не так А видимо Все таки Вот так Вот Да Они пошли Причем Вот это Глубже Да Нога А это Немножко Вот так Вот выходит Видимо Все таки Так Если я правильно Вижу Да Если не прав Вы меня Поправьте Пожалуйста Здесь Плечевой Пояс И вот так Вот ручки Пошли Да И Еще одна Рука Она здесь Близко Так Прижата И вот Голова Наверное Все таки Еще Пониже Немножко Так Вот Ручка Сюда Открыто Больше Да Немножко Может быть Шея Длинновато Вышло Да Прошу Меня Простите Я просто Стою Как бы Сбоку От штатива То есть Вы смотрите Прямо А я Немножко Так вот Сбоку Вынужден Так Подсматривать Поэтому Немножко Какие-то части Могут не попадать Ну а дальше У нас Соответственно Вот Идет Одежда Да Тоже В общем-то Надо Не только Ее рассматривать Как Рационально Как-то Устроенные Складки Что Наверное Хорошо И на античных Скульптурах Нам таких Задрапированных Посмотреть Мне кажется Это очень полезно И важно Но Хорошо бы Еще Видеть Эти Драпировки Как Работу Ритмов Да И Также И Окружение Да Работающее С точки зрения Ритмов Та 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 Вот И Если Нам С вами Попытаться Рассмотреть Фигуру Ангела Фигуру Архангела То Соответственно Что мы Можем Здесь Что мы Можем Здесь Увидеть Да Мы Можем Здесь Увидеть Такую Достаточно Выразительную Дугу 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 И Вот Тут Надо Поискать Знаете Вот На самом деле Любое Любое Движение Вот Его Хорошо Подольше Поискать Для того Чтобы Его Взять Понимаете И Вот Соответственно Соответственно Нам Сейчас Тут Ножка Попадает Соответственно Нам В этом Плане Не нужно Как бы Скупиться На На Поиск Ну Исходим Мы Из чего Если у нас Профильный Вид Да Вид сбоку Шея Обычно Наклонена Вперед Потом Грудная Клетка Немножко Назад Потом Таз Снова Вперед Да В фигуре Человека Да Я думаю Что тут Мы Можем Этим Моментами Воспользоваться Вот И вот У нас Пошла Здесь Нога Так Вот Ух Тут, конечно, важный такой момент наступает, это взаимодействие вот этих точек. То есть получается, что когда мы начинаем фигуру, да, мы с одной стороны берем движение, стараемся взять это одновременно в пропорциях, но параллельно нам важно взаимодействие вот этих вот точек, да. И, соответственно, что у нас получается, у нас вот сюда где-то попадает вот эта нога. Вот это крыло идет назад, что как раз усиливает эффект движения. Усиливает эффект движения. Ну, и здесь вот вторая рука, да. И вот это вот тоже усиливает колено и еще ритм. Получается раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А ножка повыше немножко здесь, да. Ну, вот, наверное, в первом приближении, если пытаться что-то такое, да, нам проговорить, наверное, может быть, выглядеть как-то так. Давайте, чтобы наш ролик не был слишком длинным, мы на этом прервемся. Спасибо вам за внимание, дамы и господа. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok